И теперь мы должны только оберегать их память и репутацию. И заодно и свою. А мы вот этим копанием, вот этим микрофильством, я не знаю, мы вторгаемся в такие сферы, за которые просто надо... Это не наша инициатива, Юрий Валентинович. Дело в том, что мы уже имеем дело с уже сложившейся ситуацией. Уже эта процедура приедена. Мы сегодня собираемся не только того, наверное, чтобы обсудить, надо было это делать или не надо, хотя может быть и это тоже. Но скорее, как выйти из той ситуации, которая уже сегодня есть? Для того, чтобы ошибку исправить, нужно признать, что это была ошибка. Мы как раз и хотим прийти, что очевидно была допущена процедура какая-то ошибка. Коллеги, ну давайте тогда попробуем действительно объективно разобраться в эту ситуацию. Потому что это все-таки эмоции. Сергей Евгеньевич, Людмила Атольевна, я прошу, чтобы Вы просто обозначили логику, почему тогда Совет принял это решение. И, собственно, вот насколько я понял из расследования Виталия Селищева, если я ошибаюсь, было голосование по этим трём? Или кто-то был выдвинут в кандидат, или не было голосования? То есть там какая-то мутаница историческая. Нет. Были выдвинуты эти кандидаты единым списком. Попов, Парфоломеев, Хинкус. Хинкус, да, Медведников, все. И те трое, и пятеро, включая Чехов из Беровна. Были выдвинуты все единым списком, но документов о том, что какая-либо из их кандидатур была рассмотрена сессией городских депутатов, нет. Документы не просто утеряны или пропали, их в природе не существовало, потому что не было голосования по этим кандидатам, так? Ну, нету никаких документов, которые бы говорили о том, что было голосование. Скорее всего, и вы не были. Просто не довели до конца, может быть. Ответы мы все получили исчерпывающие. Больше я даже не знаю, ну, только Господу Богу, что ли, посылать ещё куда-то, кого спрашивают. Но есть ещё непосредственные свидетели, такие как Кондратов, умерший, такие как Миронов Валентин Николаевич, которые непосредственно участие принимали в этих пленумах, на этих совещаниях, заседаниях и так далее. Которые вот нам чётко на комиссии, когда мы их пригласили, ответили, что мы присутствовали на всех этих пленумах вопроса о признании или об обсуждении каких-либо кандидатур или какой-либо одной или трёх кандидатур из этих семи в 67-м году никогда не было. Больше о них даже не упоминались эти фамилии в газетах. Мы подняли подшивки эти все. Нигде никогда не было такого, что пригласили, там, такое-то, такое-то, такого-то, 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 ничего. Но есть другие. Вот я, например, хочу просто немножечко просто объяснить, как путаница, вот эта вся путаница продолжалась. Зачитывая... Круто вопрос сразу. Скажите, пожалуйста, а вот не было ли такого пункта исключить этих людей как недостойных? Ну, это значит, что это обычная халатность. Да нет. Если бы там было такое, исключить, как людей недостойных. Но это очень важно. Нет, может быть, это важно, но мы сейчас не это обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем, избирались они, то есть обсуждались ли эти кандидатуры. Забыли, да, забыли. Секундочку. Они не обсуждались, не избирались, были забыты, там, халатность и так далее. Но мы сейчас говорим о факте. Давайте мы их сейчас обсуждаем. Об историческом факте. Вообще-то, честно говоря, обсуждают это всего только два или три человека в городе. Вот как-то так. Не знаю. Потому что всем остальным, когда были представлены документы... Я расскажу, кто. Совершенно верно. Совершенно верно. Кто бы это проинфицировал, а Степанов стал на дыбе. Нет, нет, нет. Юрий Владимирович Степанов и Лидия Васильевна Геннадьевна. Вот два человека, которые в основном... Вот этим сейчас пытаются заняться и разобраться. И слава тебе, Господи, мы готовы это все представить. Но мы же говорим не от себя лично. Ну что ж такое, товарищи, ну вы мне дали слово. Ну не от себя, наверное, не от себя. Вы мне дали слово, я вам отвечаю. Вот зачитываю. Газета «Вперед». От 2 июня 1998 года Юрий Владимирович Степанов. Цитирую. Цитата. «20 лучших за 20 лет» называется статья. Да, вот она. Зачитываю. 20 лет назад у нас в районе появилось новое персональное звание почетный гражданин. У нас в 1997 году было принято решение Советом депутатов не присваивать почетное звание посмертно. Потому что посыпались очень длинные списки уважаемых людей, достойных, замечательных и так далее. И комиссия по почетному гражданству, и Совет депутатов принял вот такое решение. Значит, последними были призваны, приняты Алексеев, Жеребин и так далее. То есть герои Великой Отечественной войны, заслуженные и так далее. Наверное, и другие там должны быть. Но остановились вот на этом. В 1997 году. Чтобы сейчас, вот то, о чем вы сейчас предлагаете, возобновить каким-то образом. Значит, мы должны на Совете депутатов принять политическое решение. Для начала, для начала, присваивать посмертно. Ну, чтобы закон соблюсти. Это государственный закон. Это не нами ничему придумывается. Это спускается с Московской областной думы, с государственного уровня. Да, да, с Государственной думы. Потому что это серьезный институт. Государственный закон. Секундочку. О почетном гражданстве. Я сейчас вам говорю о том, что вы должны сделать. Значит, если вы немножко не знаете этих ситуаций, знаете, тогда странно, что вы вот это обсуждение поднимаете. А мне странно, что Сергей Евгеньевич пробит важную тему. Можно я не топлю, я поднимаю, наоборот. Я говорю, как это сделать. Как это сделать. Значит, первое. Мы должны предложить нашему новому Совету вернуть вот это решение. Присваивать посмертно. Но при этом все должны понимать, что откроется ящик Пандоры и посыпется очень много-много-много и так далее предложений. Которые будут оспариваться, спорить и суды, ряды и так далее. Это первое. Почему это было прекращено на всех уровнях. Второе. Даже если это будет, решение такое выйдет в свет, на Совет депутатов должны будут такие вот активисты, как Юрий Владимирович и Василий Евгеньевич представить. Вот хотя бы вот даже вот этих семерых или восьмерых. Их должна обсудить комиссия, которая работает. Это тоже кто-то ее избрал. Я не был на этой комиссии, я не видел этих людей. Но такая комиссия есть. Вот эта комиссия, она должна это обсудить, вынести на Совет депутатов. Или на публичное обсуждение, как предлагалось там. Ну много предложений было, как это обсудить. И тогда, может быть, их опять каким-то образом обсудят. Но, если в то время, зная их персоналии, за них не проголосовали. И даже сейчас, уважаемый Юрий Владимирович, говорит, что только троих он признает, как почетных граждан, из восьмерых. Только троих. Я признаю. Неоднократно. Кто сейчас скажет, кто из них действительно удостоен или недостоин вот такого звания. Вот сейчас, на сегодняшний момент, сегодня живущими молодыми людьми, там, или среднего возраста. Есть у кого-то по этому поводу сомнения? У меня есть большие сомнения. Вот это будет некрофилия, в точности, какую мечтает сейчас обнародовать Юрий Владимирович. Вот. Эти люди, когда мы на специальной комиссии заканчивали работу, было предложено следующее решение. Значит, так как они фигурировали, хотя бы один или два раза в газетах, больше их нет. Упоминались. Упоминались. Больше их нигде нет. Их нет нигде. Вот я разыскивал их памятники. Я памятник только двоих нашел, вот из этих вот людей. И то случайно, когда хоронили Аллу Анатольевну Ведмину. Там я нашел Щеголеву памятник, сфотографировал и так далее. Как вратить было немножечко дальше, увидел Пагинкусу, который всегда... Я понимаю, ну что же вы мне предлагаете по кладбищам-то ходить? Некогда мне, к сожалению. Я говорю, что я случайно вот как-то нашел. Вот. Значит, если все такие патриоты... Я на сегодняшний день ответил Карпенко следующим образом в письме в своем, когда они также предложение написали по Попову. Я им предложил выехать вместе на кладбище, на могилку Виктора Герновича. Чтобы они, как настоящие патриоты своего завода, посмотрели, в каком состоянии эта могилка. И есть ли она вообще. Я говорю не про семерых, не про восьмерых, мне не важно, 67-й год, или 78-й год, или еще как-то. Для меня важен тот факт, что вот эти трое, они испокон века там были. И это подтверждается и тем, что Сергей Евгеньевич говорил, и тем, что здесь написано. Да, у нас в то время не было точных данных, когда Клара Соломонна Финку стала почетным гражданином. Но она фактически везде фигурировала в этих списках, и об этом писала пресса, и все были в этом убеждены. И поэтому опять не надо путать мухи и котлеты. Вот эти трое, они были, они всегда здесь были. И то, что тут цитировалось, это мы совершенно не протираем. Документы есть? Документы, подтверждающие это, есть? Да или нет? Мы же с вами не в суде. Мы же с вами, хоть и юристы, некоторые из нас. Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о порядке принятия. Да, вы говорите, что эти люди есть. Простите, вас как зовут? Александр. Александр, вот вы потеряли паспорт. Да. Вы перестали существовать как личность после этого? Я пошел, написал справку и получил его. Там есть процедура, понимаете? Есть процедура, можно пойти и получить дубликат. Здесь нет никакой процедуры. Здесь есть процедура принятия. То есть люди были в списках, рассмотрели их или нет, опять же неизвестно. Процедура принятия менялась? Нет, менялась, это уже второй вопрос. Понимаете? Миллионы советских. Они были разные. Как бы мы этого не хотели, понимаете, мы должны придерживаться определенных нормативных правов. На сегодняшний день у нас этого нет, к сожалению. Понимаете? Не понимаю. Здесь нельзя рассматривать какие-то вопросы с точки зрения нормативных правов. Именно с этой точки зрения, в том числе, мы должны продолжить рассматривать. Коллеги, давайте все-таки вернемся к жанру нашего сегодняшнего мероприятия. Я обращаюсь непосредственно к членам общественной палаты, комиссии по культуре. Потому что нам принимать, вам принимать сегодня решение. Мы не просто так пришли послушать, обменяться мнениями. Мы что-то должны рекомендовать. Допустим, районному совету депутатов. Для меня очевидно, что руководствовались при принятии этого решения депутаты объективным, системным подходом. Любой человек, который находится в системе, он поступит именно так. И работала специальная комиссия, которая в свою очередь рекомендовала принять определенное решение Совета. Я видел протокол заседания, где это решение было принято единогласно. Просто потому что его нельзя было принять. Просто любому человеку, очевидно, нет документа, никто не возьмет на себя ответственность совершить фактические нарушения. Но, к сожалению, так получается. И у нас сегодня присутствует Удмила Анатольевна Цырульникова, которая возглавляет эту комиссию. И историк Константин Александрович Филимонов, который тоже там был и, естественно, тоже принимал это решение. Я прошу просто хотя бы краткую реплику, чтобы нам разобраться. Чем вы руководствовали? Чисто таким объективным... Комиссия, которая создана при администрации, занимается рассмотрением вопросов о присвоении почетных граждан на сегодняшний день. У нас есть положение, где сказано, что посмертно никому не прислали. Мы эти вопросы вообще не рассматриваем. Вот попали документы Диак и Осипа, это достойнейший человек в нашем районе. Но мы сразу его отложили, потому что в нашем положении они не рассматриваются. Мы сказали, что вам сказали двоих только, а остальные... Не сказали нам, а есть положение, принятое советом. Вы слышите меня? Это совет решает. Совет решил. Минуточку. Совет решил. Совет решает. Мы экспертная комиссия. Мы только смотрим наличие такой... Вы ведете отбор, отбор ведете, да, и даете рекомендации. Да. Кто вам мешал сказать, ребята, мы не можем вот только оставить вам двоих. Вот вы, пожалуйста, рассматривайте всех, а мы вот считаем, что... Вы читаете документы, Юрий Владимирович, вы же грамотный человек. Я и сам писал эти документы. Это когда-то было. А я в последние два года. Вот теперь мы все... Вот подали пять человек, и мы все пять человек рекомендовали на рассмотрение Совета депутатов. Дмитрий Анатольевич, ваша позиция есть? Вот и все. Значит, я только закончу тем, я только закончу тем, что, значит, когда мы рассматривали уже вот к этому вопросу, возвращались, что не комиссия уже по присуждению, а другая комиссия при Совете депутатов, присутствовали вы все. Мы пришли к мнению, что этих людей, конечно, нельзя забывать. Но их обозначить, что они когда-то были, будем говорить, представлены, представлены, чтобы они вошли в книгу. Что они были представлены. Ну как писать, если всем написано, протокол номер такой, это Совета депутатов. А здесь нет документов. Они правомерны, и в государственном деле нельзя рассуждать вот этими категориями. Нужны хинкус, хинкус не нужны. Потому что она, безусловно, героическая была женщина. Нам нужно думать о том, как это звание ей вернуть. Но я не понимаю, почему вы обвиняете людей, которые столько сделали в архивах, трудились, чтобы у нас возник этот институт почетного граждан, чтобы он был. Чтобы он возник? Ну, чтобы он был укреплен, упорядочен и так далее. Вы его такими действиями вы считаете, вы его укрепляете? Вот скажите мне, пожалуйста, вот это вот решение Совета 24 июня 2015 года, номер 64, дробь 25. На основании официальных документов, полученных из архивного отдела администрации Сергея Пасадского муниципального района и Центрального государства архива города Москвы, признать отсутствие документов, подтверждающих присвоение звания почетных гражданин Загорска и Загорского района, следующим гражданам. Продолжение следует...